Друзья, рад приветствовать себя на канале. Сегодня мы с вами будем говорить об учетной записи Apple ID и iCloud. Как вы понимаете, они связаны вместе. Это в принципе одно и то же. То есть учетная запись это как Google аккаунт, неважно ваш электронный адрес, но он подразумевает собой еще синхронизацию с iCloud хранилищем. Это виртуальное хранилище ваших данных. Досмотрите видео до конца и вы будете прекрасно знать, что это, как с этим работать. Добро пожаловать на канал Apple Expert. С вами Владимир. Я вам снова уже сказал, что это учетная запись, с которой вы используете ваши данные, фото, контакты, данные приложений и все в принципе остальное. Это все хранится в облаке iCloud. Именно. Что туда входит? То, что я уже перезвучил. Это все те ваши данные, которые есть на вашем устройстве. Те данные, которые входят в резервную копию. Для начала вам нужно зайти в вашу учетную запись, настройки, верхняя плиточка, iCloud и ваш подпункт должен быть включен именно для резервной копии. И все, что ниже в этом данном перечне, вы сами прекрасно видите, это то, именно что входит в вашу резервную копию. Но компания Apple позаботилась о том, что есть всего 5 гигабайт бесплатного хранилища, которое они сами дают и вы можете использовать. Рано или поздно это все заканчивается. Потому что резервную копию мало того, что входят данные и сама прошивка iOS тоже занимает место. Поэтому это очень быстро забивается и израсходуется. Поэтому приходится покупать дополнительное хранилище. Я, допустим, плачу доллар в месяц и имею 50 гигабайт этого хранилища. Если вам будет, в принципе, интересно, как можно заменить iCloud, это скачать Google Фото. Вы можете туда перезагрузить, перегрузить все свои фото, видео. И уже у вас будет какое-то дополнительное хранилище. Вот вы все, в принципе, прекрасно поняли, ознакомились. Поэтому, если что-то будет непонятно, ставьте ваше мнение в комментариях. Я вам помогу. А для этого подпишитесь на канал, чтобы не пропустить мои новые видео. И оставаться в курсе всех событий, что касается Apple и не только. Дальше больше. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok